Предприниматели мешают предпринимателям. Киоски Купуй-Запорийски продолжают появляться в неожиданных для горожан местах. Теперь, правда, еще и создают недобросовестную конкуренцию другим запорожским бизнесменам. Подробнее в сюжете Ольги Лебедевой. Условием проекта Купуй-Запорийски было предоставление почти 200 участков под эти киоски в проходных местах, где и без того тесно, потому не нарушить интересы громады не вышло. К примеру, на улице Орджоникидзе киоск Купуйцев, так их уже называют в народе, поставили посередине пешеходной зоны. И все бы ничего, да машины с товаром вынуждены подъезжать сюда тоже по дорожке для пешеходов. А где же нам ходить пенсионерам? Как вы уже надоели, шофер выступил. Я номер, конечно, машины не запомнила, но это же не предел, куда это киоски. Вот прям подвозят, останавливаются и прямо здесь или оттуда заедут, вот там стоят. Я здесь убираю эту территорию. Вот это у них или нет уборщицы, я не могу сказать. Но насколько мусора, этих пакетов, бумаги, ужасно, труд идет на смарку. Кроме этого, киоск запорожской продукции здесь создал определенную конкуренцию запорожскому кафе. Теперь у ранее популярного заведения вид с летней площадки выходит прямо на стену металлического киоска. Во-первых, пришло все это ночью произошло. Приехал кран в 2 часа ночи, поставил киосок. Бигборды, которые выставляют с ценами, нам не разрешали. Рейсполком торговый отдел сказал, что это запрещено. Им разрешается все. И на остановке они ставят свои бигборды и везде. Торговля упала соответственно, аренду скоро платить нечем будет. К слову о конкуренции. На Авалиане еще один подобный киоск разместили прямо напротив входа в магазин. Таким образом, одним запорожским предпринимателям создают условия для работы в ущерб другим запорожским бизнесменам. Впрочем, смысл проекта «Купуй запориськи» – поддержать местного товаропроизводителя. Ведь это позволит популяризировать запорожскую продукцию. Это был главный аргумент в пользу этого проекта. Однако, как нам удалось выяснить, не все купуйцы торгуют запорожским. Это же все бердянский, харьковский. Так написано «Бердянский». Ну, на цену теперь. А производит… Салтовский – это Харьков. А производит Харьков? Да. Так тут все Салтовский. Кроме того, что львиная доля ассортимента здесь харьковского мясокомбината, на Авалиане нас еще и обвесили. Мы сделали контрольное взвешивание. У нас обвес на 50 грамм в соседнем магазине. Пожалуйста. Давайте еще раз посмотрим. Да, без проблем. 65, 50, 48, 85. Я заплатила 51, и в прошлый раз у вас было 780 грамм на весах. У вас обвешивают. Это в среднем где-то 2-3 гривны на разных позициях люди платят за воздух. Ну, я понимаю, ну просто, ну, как бы, веса перед вами. Единственное, что я могу сейчас же позвонить, чтобы приехали, забрали, проверили. Разбирайтесь с вами, давайте мне продукты. Запорожцы недоумевают, зачем городу, в котором и без того более тысячи мафов, устанавливать еще киоски, в то время как в Киеве от них избавляются. Но даже если и так, тогда под брендом «Купуй Запорийский» надо продавать действительно товары местных производителей.